здравствуйте дорогие мои телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая поздравляю вас с новым 2018 годом ну и что что он не пришел сию минуту придет вы только ждите очень не готовьтесь а сегодняшняя наша тема это то что вы все время просите показать а покажите что у вас там взошло а вот показываю что взошло из тех которые мы посеяли то есть я сеяла с вашим участием это земляники и ценерария вот земляники которые мелкоплодные и достаточно дешевые они конечно взошли лесом а вот ценерария умница такой маленькой плошечки она такая хорошенькая практически тоже сеется поверхностно как и земляника и практически взошла вся ну вот контейнеры и вы потом внимательно разглядите что здесь хочу только сказать что и земляника и ценерария очень очень долго растущие растения ну просто невероятно поэтому все этих надо желательно в декабре совершенно верно а сейчас лунный посевной календарь так одеваем очки потому что без них уже никто ничего не видит и читаем значит лунный посевной календарь на 2018 год очень даже неплохой я бы сказала что январь имеет очень много посадочных дней я вам буду читать и говорить числа и в каких знаках и что они для растения принесут а вы внимательно слушайте и записывайте повторять это видео мы больше не будем вы можете его сто раз смотреть снимать мы точно это не будем ну поехали значит вы должны помнить что все 12 знаков нашего зодиакального круга каждые три знака входят в зодиакальный тригон так называемый это либо знак воды либо знак воздуха знак земли и знак огня и каждый из трех которые находятся в тригоне они тоже отвечают за какое-то свойство растения значит знаки воды отвечают за лист растения знаки земли отвечают за корень знаки воздуха отвечают за цветок а вот знаки огня отвечают за плод поехали значит третье 28 29 января это рак знак листа что такое посеять растение враг ну рак очень плодородный скажу я вам но растения нежные ломкие склонны к полигонию из-за очень большого урожая вот на еду употреблять сразу там делать какие-то подвески подставки для растения да однозначно но ничего долго храниться не будет все что выросло в раке и семена скажем так невысокого качества следующая 6 7 января это дева 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 ну учитывая ее особенности что она относится к знаку земли и отвечает за корни да все семена абсолютно дружно взойдут но только в деву можно сеять и выращивать цветы без запаха ну как то так поэтому просто помните что растения будут много болеть а семена будут низкого качества эти знаки нам не нужны теперь знаки в которые мы будем сеять 7 8 января это весы знак цветка вот очень хороши будут бобовые все другие культуры урожай высокий устойчивость к болезням просто очень хорошая приживаемость после пересадки рассаживания и так далее стопроцентная урожай отлично хранится и семена много и высокого качества запомнили весы 7 8 11 12 знак скорпиона это знак листа очень плодородный семена значит 7 практически все кроме картофеля то есть клубнями картофель нежелательно высаживать не потому что его будет мало не потому что он не будет храниться нет он будет храниться его будет много только посеянные вот в эти водные знаки скорпион рыба рак очень сильно впитывает запахи земли плоды которые особенно находятся в земле очень сильно и картофель нахватает столько невероятных неприятных запахов что вам не понравится и пожалуйста в козероге никаких проблем в тельце на еду тоже очень хорошие знаки значит 13 14 это стрелец это знак плода ну стрелец на самом деле считается полу плодородным знаком кто-то говорит что он совсем не плодородный я так не считаю потому что и лук и чеснок будут очень хороши перец особенно хорош стрелец зелень и картофель значит дадут хороший урожай а вот лук и чеснок дадут хороший посадочный материал который очень даст хороший урожай пасть взятый вот урожая этого года в стрелец и полученный в следующем году представьте себе да 15 января знак козерога это знак корня лучший знак для посева и посадки и пересадки всех культур посаженные в этом знаке лучше других растения зимуют вот представьте у них очень прочные стебли они практически не болеют после посадки пересадки прививки обрезки и так далее значит они гораздо дольше плодоносит и хранятся семена высокого качества и вот представляете да схожесть семян выше принятых норм то есть написано у растения любого с кого вы берете семена 6-7 лет а вот если это будет в козероге посажены то 10 лет здорово ну как то соблюдать все таки знаки значит дальше 20 21 22 знак рыбы до плоды сочные вкусные замечательно это знак листа разумеется водный знак и все хорошо кроме одного это все сразу на еду и на заготовки все посаженные в рыбы хранится очень и очень плохо ну и семена среднего качества 22 23 24 овен знак сухой до считается бесплодным но почему считается таковым потому что у него неправильно растет верхняя часть быстро а корни плохо образуются поэтому все растения низкорослые которые выше такого до 15 20 сантиметров как бы не вырастают ну 25 там уже это максимум то и корни у него будут достаточно хорошо развиты то есть вся зелень пряновкусовые культуры и конечно низкорослые помидоры дают прекрасный урожай именно в знакомые урожаю убирайте в этот знак это тоже очень хорошо 26 января телец замечательный знак это знак корня знак земли семена всходят долго но очень дружно посаженные в этот знак все растения хорошего качества они крепкие будь то плодовые будь то кустарники будь то картофель вот правда крепкие стебли прочные форма кустов и деревьев очень красивая плоды хорошие достаточно крупные но и скажу что вот очень важно для луковичных луковичные посаженные в знак тельца очень красивые цветы очень крупные и цветут гораздо дольше чем посаженные в любой другой знак причем вот только картофель посаженный в этот знак на еду очень хорош и хранится хорошо но семенной материал взятый от него и посаженный на следующий год даст урожай ниже среднего уровня поэтому на семена пожалуйста в козерог сажайте картофель надеюсь что вы меня все понимаете ну и последние числа за 27 28 это близнецы знак цветка это воздушный знак значит подходит только для посадки роз кустарников вьющихся растений заметьте и растений с сусами все что цепляется слышите да ну конечно очень даже неплохо будет расти земляника не возбраняется значит но семена низкого качества и зато можно убирать урожай на убывающей луне убираем все что растет над землей на растущей луне растем все убираем все что растет под землей вот это календарь на январь и я повторю числа посевные пожалуйста внимание хотелось бы чтобы вы посеяли седьмого восьмого 11 12 13 14 15 ну и конечно же 26 но на этом я остановилась бы но на этом все всего доброго и до свидания и а